Земляки, друзья, предприниматели, члены коллективов трудовых, которые сегодня собрались при такой плохой походе. Власть, наверное, и сейчас сомневается, придет ли народ на этот митинг. Даже плохая похода не помешала прийти сюда. Почему? Потому что жизнь достала. Сегодня здесь отстаивают интересы не предпринимателей, а трудовые коллективы Калужской области. Как вы считаете, ведем переговоры где-то на протяжении полутора-двух лет между представителями трудовых коллективов, предпринимателей и с одной стороны, и властью с другой стороны. Стена с одной стороны, с другой стороны желание договориться. Поэтому сегодня мы собрались здесь на митинг, на санкционированный митинг. На митинг пришли люди, которые касаются все эти вопросы, которые мы обсуждаем. Прежде всего, это вопросы белорусского рынка, который, знаете, полтора года назад в бандитске разгромили, и причем с молчаливого согласия власти. До сегодняшнего дня уголовное дело, возбужденное в отношении виновных лиц, не закончено. В средства белорусским рынком власть вместо того, чтобы разобраться, почему люди протестуют, почему люди стоят на своем, почему не уходят со своих десятки лет разработанные места, Почему они продолжают работать? Они вместо этого власть что делают? Выписывают уведомления на павильоны, киоски и другие виды нестационарных торговых объектов на территории города Калуги и Калужской области. Выписка этих уведомлений противозаконна, потому что есть федеральный закон о регулировании торговой деятельности, и есть разъяснение нескольких министерств федеральных, что надо делать так, как требуем мы от власти. Власть не хочет договариваться, поэтому мы вышли на митинг, чтобы показать власти, что мы и сейчас хотим договориться, но власть должна понять, что с нами надо договариваться. Следующая горячая точка в городе Калуги, это центральный рынок. Вы помните, что произошло перед Новым годом? Они взбудоражили всю Калугу, хотели закрыть перед Новым годом рынок. Правдами и неправдами продлили до следующего года. Не успели продлить, как сразу пошла массированная информация в средствах, массовой информации подконтрольной власти о том, что уже сейчас часть рынка перетащим на маяковку, часть рынка там, тоже какая-то неопределенность. Все мини-рынки, которые стоят на территории города Калуги и других городах, они сегодня стоят тоже вне закона. Почему? Потому что они уже существуют не как мини-рынки, а как ярмарки. И нам сдают в аренду не торговое место, не аренду земли, как раньше всем предпринимателям, а сдают свои услуги. Какие услуги? Если мы здесь, предприниматели, представители наших трудовых коллективов, сами эти павильоны, сами эти рабочие места за свои деньги построили, построили, отрегулировали все вопросы, в том числе, и даже электроустановку установили, например, ДК, около мини-рынок Спартак. Половина района там практически была без света. Мы за свои деньги поставили электроустановку, сейчас со света проблемы нет. А нам власть говорят, вы вне закона. До сегодняшнего дня между городской властью и предпринимательским сообществом существует прослойка в виде непонятных мупов, которые практически берут арендную плату со всех торговых мест, тем самым они должны ведь тоже на что-то жить. И они вынуждены, значит, брать по тарифам, которые, значит, значительно выше, если бы эти торговые места были сданы напрямую предпринимательскому сообществу. Ставим этот вопрос, тоже не хотят решать. Поэтому вот эти вот вопросы, которые здесь, в Калуге, будоражат всех, они не могут пройти, мимо этих вопросов не могут пройти и все остальные. У меня сейчас, например, есть, в связи с тем, что мы давно этой темой занимаемся, мы видим, что аналогичные проблемы по всей Калужской области. Но даже после того, когда пошли разъяснения федерального закона о регулировании торговой деятельности из Москвы, с Министерства экономического развития, с Министерства промышленности и торговли, когда четко сказали, что наши права нарушены, и мы, право, власть все равно хочет остановить и говорить, что вы неправильно. Это как бы рекомендация. Ничего себе рекомендация от президента, от премьера и от его подчиненных. Поэтому хотелось бы, чтобы вы, здесь присутствующие, поддержали нас в стремлении сохранить рабочие места. Из всех здесь присутствующих, я вижу, мы заявили на где-то митинг на тысячу человек. По нашим подсчетам, где-то около тысячи человек есть и еще подходят люди. Здравствуйте, говорю, дамы и господа. Мне очень приятно видеть вас здесь всех, потому что я был один из основных агитаторов, кто бы сюда пришли. Поддержали нас здесь все наши друзья, знакомые, родственники. Да просто людям, которым неравнодушно наше будущее. Покупатели тоже пришли. Говорят, и покупатели тоже пришли. Мы очень рады и благодарим вас всех. Я не могу больше смотреть твой внадушно на то, как делят наши деньги, делят наше имущество. Можно сказать, имущество. Мы простояли на нем уже кто 10, кто 20 лет. За 20 лет мы имеем полное право там находиться. Мы платим всем и всегда. Нас никто не хочет поддерживать. Почему? Никто не знает. Сколько может это продолжаться? Я был один из инициаторов, чтобы нам позволили сделать нашу жизнь лучше. То есть устроить наши рабочие места так, как мы хотим. И на тех условиях, на которых мы хотим, а не они. Почему они решают, где мы будем и когда? Сколько это будет продолжаться? Никто не говорит. Мы идем к вам на компромисс. Они нам так говорят. Когда они идут? Когда мы сюда придем? Почему они сегодня? Никто еще не пришел на наш компромисс. Мы за ними бегаем уже два года. Сколько можно терпеть? Я надеюсь, что наш коллектив будет только разрастаться. Мы всех приглашаем в наше сообщество некоммерческое. Никто не требует от вас денег. Мы будем бороться за свое будущее, за свою власть. Ту, которую мы хотим видеть. А не ту, которую нам навязывает кто-то. Спасибо большое. Слушайте, дорогие друзья, у нас здесь есть много заявок. Я не знаю, может быть, продавать билеты начинать. Как предприниматель выступит. А все вырученное мы пошлем детям. Ну давайте, ладно. Я хочу спросить вашего разрешения сейчас предоставить слово тем, кто приехал из других районов. Давайте, дадим. Источником любой власти является народ. Наш многонациональный российский народ, который дает право, сегодня дал право этой власти нами управлять. Но они нами управляют, я так смотрю, плохо, безобразно, вторгаясь в наш бизнес, в нашу жизнь посредством размещения всяких помоек, отбирания торговых, рабочих и любых других мест, уничтожая наши зеленые насаждения, наши леса. И при этом она ни за что не несет ответственности. Сегодняшний день начался с провокаций. Провокации на белорусском рынке, провокации здесь. Вот так вот власть с нами договаривается. Провокации сопровождает полностью весь переговорный процесс, который призван разрешить ситуацию, которая возникла между предпринимательским сообществом и трудовыми коллективами и этой властью. Но они никого не слышат. И даже более того, они нам говорят, что этим выходом сегодня мы под собой имеем какие-то политические цели. что, мол, идет Олимпиада, мы не должны отстаивать свои права. Вот давайте я задам вам один вопрос. Мы болеем за российскую сборную? Да! Не понимаю. Все болеют за российскую сборную. Скажите, пожалуйста, вот прошли праздники, вывод войск из Афганистана, это для нас, для всех праздник? Да! 23 февраля, для нас, для всех праздник? Да! Я задаю вам эти вопросы только для того, чтобы вы поняли, что вы граждане этой страны. Мы живем в этой стране. Мы принимаем боли этой страны. Но с нами не хотят ни разговаривать, ни договариваться. И более того, они рассчитывали на то, что вы сегодня на эту площадь не придете. Они делали все. Вот у нас есть такое, ну я даже уже, мне стыдно, называйте этого человека, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Есть такой колпаков. Смех. Вы сейчас будете больше смеяться. Белорусский рынок, сегодня мы видели безобразную выходку этого уполномоченного, который что делал? Пришел и сказал, ваши представители, то есть мы, представители белорусского рынка, не имеют права вас представлять, не имеют права представлять никого, ни предпринимательское сообщество, ни трудовые коллективы. Это вот говорит нам защитник. Я его задаю вопрос. Друг мой, ты мне скажи, ты защищаешь предпринимателей или от предпринимателей власть? Власть! Ну и, соответственно, конечно, скажите мне, пожалуйста, мы доверяем колпакову? Нет! А теперь давайте вот здесь на митинге примем решение, что этот колпаков с сегодняшней минуты после вашего голосования прекращает быть уполномоченным по защите прав предпринимателей Калужской области. Кто за это прошел проголосовать? Но мы должны соблюсти процедуру. А кто за то, чтобы он остался? Ну хорошо, может, воздержавшиеся есть? Нет! Господин колпаков, вы больше не уполномочены защищать наши права. Нет! И еще один момент. Вот колпаков, мы дадим ему слово? Нет! Свободно. Он сейчас извиняется, он говорит, что вот он должен иметь право выступить. А нам, предпринимательскому сообществу, право выступить на НИХА-ТВ не дали. Вот они там правы, а мы здесь нет. Вы слышали? Вам народ сказал нет. Вы свободны? Пожалуйста, не мешайте. Воля народа, у нас появилось еще одно предложение к вам в связи с тем, что вас достаточно много. Вы все ответственные люди, потому что люди, которые занимаются предпринимательством, они не просили у государства ничего. Они платят налоги, платят аренду, они содержат своих детей, они содержат чужие семьи. И при этом государство в лице Артамонова пытается их, что сделать? Разогнать и угробить. Лишить трудовых мест. Лишить места для ведения бизнеса. Хотя мы все знаем, что на нашей стороне, вплоть до того, что федеральное правительство, присылая Артамонову, значит, письма, как Министерство экономического развития, Министерство промышленности и торговли. Но он этого не слышит. Так вот, я хочу вам предложить следующий момент. 24 числа мы будем опять же на этой площади собираться, потому что я знаю, я уверен, что завтра во время переговоров никакого позитивного соглашения не будет. Будет позитивное соглашение только тогда, когда мы с вами, во-первых, нас будет в два раза, в три раза, в десять раз больше. И плюс ко всему, мы с вами поедем в Москву перед администрацией президента и скажем, ну, хорош Артамонова здесь держать. Что он для нас сделал хорошего? Это человек, который разрушил нашу экономику за 18 лет. Сколько ему еще нужно? Десять, двадцать. Уничтожил сельское хозяйство. При нем нас стало меньше на сто тысяч. И все это благодаря одному человеку, награжденного немецким крестом Кондора, или как он там называется. Этот крест дает ему право на политическое убежище. И я вам больше скажу, эти предприятия, которые он сюда тащит, это предприятия нашего потенциального противника. И мы, вы здесь стоя, защищаете нашу родину. Не Артамонов, а вы! Я хочу предложить нам всем, вам здесь, вот прямо сейчас принято решение о создании независимого профсоюза, независимого профсоюза трудовых коллективов Калужской области, которые объединит не только предпринимательское сообщество, но и рабочих, колхозников, пенсионеров, студентов, всех людей, которых сегодня, извините, посредством этой власти гнобят и уничтожают, и делают нищими. Кто за? Против? Воздержавшиеся? И еще у нас есть к этой власти претензии, я вам сейчас обзову их, и я думаю, вы со мной согласитесь. Это претензии, непомерные цены на жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, на газ, на все услуги, которые они нам предоставляют. С этим пора заканчивать. Если Артамонов этого сделать не может, пусть уходит в отставку, мы сделаем это без него. Я хочу... Я не буду занимать все время, которое должны мы посвятить и тем людям, которые будут сейчас выступать за мной. Я прошу вас только об одном. 24 февраля, 16 часов, я прошу вас всех приехать, прийти сюда, прилететь у кого как получится. Взять еще больше народа, чтобы мы показали этой власти, что они наши слуги, и мы нанимаем их на работу. И я больше вам того скажу, если нас будет не как сейчас тысяча человек, как заявлено в этом, на этот митинг, а если нас будет 10 тысяч, никаких Артамоновых здесь больше не будет никогда. Вместе мы сила. Наша сила в единстве. Да здравствует российский народ. Да, да, здравствует российский народ. Я хочу сейчас слово предоставить новопредпринимателям. Вы чувствуете, мы как, так сказать, это мраморная говядина, да такая? Слоями. То политики скажут свое слово, то люди труда произнесут свои слова для того, чтобы и политики услышали, и те, кто должны сегодня отвечают, наделены от нас правом принимать решения. Сегодня нам говорят о том, что большие проблемы, знаете, ведь у вас закончатся сейчас там эти договора, закончатся у вас сейчас время, когда суды и вас будут выгонять. И говорят, они же не в правовом поле. Ну, а эта власть сегодня инициирует эти суды, и она вполне может вернуть все назад, отозвать иски, отозвать исполнительные листы и сесть за стол переговоров. Мы призываем ее сесть за стол переговоров, но только чтобы они не крапленые колоды играли, в это время где-то за спиной вели другую работу, на телекомпаниях и все остальное, а чтобы они честно сели и, услышав то, что хотят предприниматели, и то, что они могут в рамках закона позволить им реализовать в интересах калужан. Пусть скажут, какие должны стоять палатки на белорусском рынке, если их не устраивает этот, как они говорят, Шанхай. Но никому не дается право называть предпринимателей грязными и неумытыми. Поэтому мы готовы на переговоры. Я сейчас хочу предоставить слово предпринимателям центрального рынка. Добрый вечер, дамы и господа, товарищи. Индивидуальный предприниматель Божаткин Игорь, стою на калужском рынке с 92-го года, зарегистрированный предприниматель с 93-го. Товарищи, по счастливой жизни в нашей прекрасной стране. А вместе с тем, с счастьем жить в этой великой стране, нам досталась в нагрузку такая проблема, как нежелание власти, власть придержащих прислушиваться к мнению народа, к мнению трудового коллектива. Я хотел бы сказать ближе, как говорится, к нашим баранам о калужском рынке, перенос которого по существу означает его ликвидацию. Вы стоите на калужском рынке, знаете состояние торговли. Поэтому вы понимаете, что перенос его куда-то в поле, в район метра, на Маяковку, означает по существу его ликвидацию. Хотелось бы обратиться к администрации области, к калужской городской управе, к администрации города Калуги. Мы понимаем, что перенос калужского рынка, а то есть его ликвидация, означает сокращение от 2 до 4 тысяч рабочих мест. Ведь это не только индивидуальные предприниматели, это и грузчики, и точки питания передвижные, и другие, а также магазины, которые сопутствуют нашей торговле. Все это тоже будет ликвидировано. И как следствие, конечно же, это повлечет за собой сокращение отчислений, и в том числе в пенсионный фонд, и в налоговые органы города Калуги. Я думаю, нашим властям это совершенно не нужно. Потому что сокращение этой группы населения означает то, что означает этой группы населения, это не только уничтожение группы, которая не тратит ни копейки бюджетных денег, а более того, она приносит деньги в государственную казну. Также следует сказать, что есть решение этой проблемы, все вы ее знаете. Конечно же, возможна реконструкция Калужского центрального рынка. Мы понимаем это лучше других, что рынок в его современном состоянии, конечно же, он, наверное, себя изжил. Мы не мазохисты, которые годами готовы на морозе и в самцепек стоять на этом рынке. И это, опять-таки, вопрос городским и калужским областным властям. Что мешало сделать цивилизованный муниципальный рынок раньше, который напрямую бы передавал деньги от аренды в казну города? Что мешало это сделать, непонятно. И еще, как вы знаете, наш губернатор хочет разместить на этом месте парк. Мы не против парка. Возможно, создание этого парка ниже улицы Держинского и создание нормального рынка выше улицы Держинского, где сейчас находится крытый рынок. Мы помним, что губернатор сказал, что размещение парка – это будет как бы показатель его неподкупности. Если он такой хочет показатель, можем скинуться на небольшой памятник в этом парке, как неизвестный калужский чиновник отказывается от взятки. Если будет известный, вкишем его фамилию туда. В общем, я надеюсь, что власти Калуги и Калужской области проявят политическую и, самое главное, экономическую мудрость. Потому что разгон, ликвидация, перенос Калужского рынка – это, конечно же, создание социальных, экономических и, я думаю, политических проблем. Нужно это городу или нет, я не знаю. Еще хотелось бы сказать, что калужские власти привлекают многих иностранных предпринимателей, оказывают им помощь, но почему-то действительно наплевательски относятся к местным калужским предпринимателям. Помните, в одном из своих выступлений губернатор сказал, что он считает калужан своими детьми. Почему-то к приемным детям он относится лучше, чем к родным. Ну, к приемным детьми, понимаете. И, в общем, в заключении хотелось бы еще рассказать требования работников нашего калужского центрального рынка. Мы, конечно же, требуем проведения и публичных слушаний по вопросу калужского рынка, и требуем его реконструкции в существующих границах. Нам не нужна показуха, которой занимаются зачастую городские и областные власти. Нам нужна просто обычная политика правды. Спасибо за внимание. Микрофон нужен вам? Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас от Юхнова, от Юхновской земли. Друзья мои, в статье первое устава города Калуги вся власть принадлежит народу непосредственно. А кувшинные рылы чиновников, которые мы видим каждый день. Вы посмотрите, мы присутствуем на мероприятии, где конфликт между населением и властью, где представители общественной палаты Калуги нет ее, где уполномоченный по правам человека нет. Все общественные институты задоптаны кем? Одним человеком. Имя ему Артавоновщина. Здесь собрались люди труда. Что они хотят? Они хотят работать, чтобы их никто не трогал. А Калужская область давно превратилась в империю чужеземцев. Наш губернатор, губернатор чужеземцев, немцев, финнов, японцев. Но только не нас, Калужа. Вы посмотрите тарифы для населения на газ и на электроэнергию. По Центральному федеральному округу Калуга занимает первое место. И это связано с бесплатными площадками для иностранных компаний. Калужская область вся в долгах. Дотационная. Я хочу сказать о Юхновском районе. Наш передовой Юхновский сельскохозяйственный район загнан на край пропасти. Приведу одну цифру. Прибыль 289 предприятий меньше, чем мы выплачиваем пособие для безработных. Призываю вас бороться за свои права. Не будем бороться. Наши дети будут рождены с седлом на спине. Вау! Я спросил, нужен микрофон, нет? Хорошо поставленный голос. Действительно, что происходит у нас здесь? У нас происходит следующее. Наши предприятия, большой и длинный список местных предприятий, которые разоряются, которые банкротятся. На глазах у нас и это происходит в угоду другим западным предприятиям. Почему не поддерживать собственную экономику? Сегодня здесь на этом митинге присутствуют те, кто пытаются сейчас защитить свои предприятия, а не акционеры, к зае. Они пытаются защитить от преднамеренного банкротства то, что еще осталось. В настоящее время я являюсь истом в шести арбитражных судах. Только в конце 2012 года, уже находясь в суде, на стадии судебного разбирательства мне стало известно о том, что оказывается заводом ГЗАЭ, акционером которого я являюсь в середине 2010 года, управляет самарская компания «Автоком». Банконтрольный депутат у Самарской губернии Думы, господину Малееву. Это можете представить себе какую? Здесь землю, полтора гектара земли здесь рядом. Отдали за 30 миллионов, а через 5 дней отдали ее за 450. И вот я, у которого у меня пятеро детей, десять внуков, один правнук, я сказал, я не сойду с этой сцены никогда. И мы сейчас, вы знаете, завтра вот едем в Тульский суд. Вы можете представить, как работают суды. Ты стоишь, а на тебя глядят такие, как будто ты какая-то вша нательная. А они защищают только власть, олигархов и других. Так вот, на втором этапе заключить кредитные договоры под залог имущества ГЗАЭ, по которым денежные средства банку получат под контрольным Малееву компаний. А отвечать по обязательствам Малееву, то ставится имуществом, будет завод ГЗАЭ, на котором еще работало только что 2200 человек. Предлагаю внести в резолюцию митинга следующий. Предложить законодательному собранию Калужской области и его профильным комитетам подготовить к проведению публичных слушаний по вопросу недобросовестного исполнения обязанностей управляющей компанией Автокомп и управлению ГЗАЭ. Второе. Просим прокуратуру Калужской области провести проверку на проверку наличия в действиях у Автокомп и его аффилированных лист признаков действий, подпадающих под действие статьи 196 УК РФ под банкротство. Считаю, что, уважаемые калужане, жители Калужской области, бороться нужно всем. И не смотреть ни на какие вещи. Нужно ценить своих внуков, своих детей. Потому что мы, понимаете, настолько боимся, мы настолько трусливые люди, что ползком ползем к ним и говорим «Миленький Дердомогов, да ради Бога, да ты меня прости!» Вот такие я даже могу сказать о своей жене. Я ей говорю тебе, если маленький, перед тобой стоит начальник, ты ко мне и ты поползешь. А вот такие, как я, как вот у меня сейчас, такие люди, с которыми мы боремся, мы никогда не встанем. Я им сказал «Посадите в тюрьму», но я не сдамся. До свидания. Я желаю вам успеха. И я вам говорю, боритесь за свои права. И никакого рынка вы никогда не отгоните. Добрый день, дорогие товарищи. Я вас приживаю на провокацию не поддаваться. Вот на протяжении уже 20 лет эта провокация идет. Сегодня 20 лет хаим строй, который они сами разрушили, строй социалистического развития нашего государства. Но за 20 лет сегодня они ничего не сделали, кроме того, что разрушили нашу экономику. Если раньше у нас в области на промышленных предприятиях работало более 100 тысяч населения, то сегодня осталось 30% от этого. А всех остальных выберли за ворота. Сегодня те люди нашли свое место и в течение 20 лет работают и еще вносят свой вклад в развитие экономики Российской Федерации и в том числе Калужской области. То есть это вы. А сегодня вам говорят, наоборот, вы нам сегодня не нужны. Но тогда вам было по 30-40 лет. Сегодня под 50-60. Сегодня за вашими плечами семьи. Разве так можно? И я сегодня вспоминаю один момент. У нас на заводе телеграфной аппаратуры токури женщины и доплатили заработную плату всего-навсего рубль. Она пошла на следующий день пожаловать в райком и утром вызвали в голодерию и ей доплатили. Разве сегодня это возможно? А сегодня, наоборот, возможно? Людей выгнать на улице. Сегодня в Российской Федерации, это буквально позавчера, статистика голосит. 3,5 миллиона людей находятся без жилья, без работы. Что это такое? Сегодня нам говорят и постоянно убивают, и разбивают наши умы, и говорят, что да, это булах и прочее. А сегодня, посмотрите за 20 лет, все первые этажи в решетках, все двери металлические. Сегодня вся Россия в железе. Сегодня наши правители, горе-руководители, огранились от народа кордоном полиции. Куда ни пойми, везде пост милиции. На первом, на втором этаже попробуйте попасть и решить какие-то вопросы с ними. Да и если попадете, все равно вопрос остается нерешенный. Если сегодня власть уходит от народа и не хочет слушать народ, то эта власть должна уйти в отставку. Другого варианта для нее нет. Дорогие товарищи, смотрите бюджет Калуськой области. Мы его сегодня приняли на 14 год. Он составляет, это зарядили 43 миллиарда рублей. Но в то же время 57% открытия бюджета является долг государственной Калужской области. Разве это те деньги, разве это те инвестиции? И в этой ситуации хотят закрыть сегодня бизнес, малый бизнес в сфере торговли и обслуживания, который сегодня приносит также доход не в казну и городскую, и областную. Сегодня по малым подсчетам, если все это разрушить, то городской бюджет не дополучит от 5 до 6 миллиардов в год. А чем покрывать? Покрывать простой вопрос, наверное. Уменьшить датирование жилищно-коммунального хозяйства, повышить цены на обслуженное жилищно-коммунального хозяйства и все это положить на наши плечи. Разве это не то решение вопроса, о которых они сегодня говорят? Дорогие товарищи, я хочу сказать, что сегодня ситуация в экономике очень сложная. И сегодня надо как-никогда все усилия туда направить, а не на то, что наоборот все закрывать. Я бы хотел сегодня сказать и другой вариант, дорогие мои товарищи, что сегодня только объединившись, только сообща, мы можем свои отстоять права в рамках закона Российской Федерации. Такой закон есть, но он нам позволяет. Дома никто не отсидится. Эта власть достанет всех. Это мы уже с вами проходили, потом будет уже поздно. Поэтому я призываю вас, уважаемые и дорогие товарищи, объединиться, приложить все усилия на защиту своих прав. Сегодня такая сложилась ситуация. Власть ушла от поддержки населения и народа. И другого от нее не добьемся. Только лишь объединив усилия. Поэтому еще раз призываю, только в единении наша сила. Спасибо за внимание. Крепкого вам. Всем здоровья. Я думаю, Николаю бутерну микрофон не нужен. Его и так слышно. Громкий голос. Подставленный. Дорогие друзья, знаете, очень важно, чтобы сегодня здесь говорили те, чьи права, конкретно чьи права нарушены. Я хочу. Яркие и хрупкие Соколова Анна и Петрухина Вера. Давайте их поприветствуем. Соколова Анна Викторовна, предприниматель с белорусского рынка. С момента разгрома белорусского рынка прошло полтора года. Что власть нам предложила? Что, предприниматели, что вам предложили? Просто уйти в никуда. На центральный рынок. А что центральный рынок? Полгода его нет. Что мы должны делать в такой ситуации? От власти мы ничего хорошего не слышали за эти полтора года. Одно брехнярно. Обещают, не выполняют. Что нам остается? Выходить на улицу и бороться за свои права. Хочу обратиться к губернатору. Уважаемый Анатолий Дмитриевич, не надо бывать против своего народа. Народ победить нельзя. Мы не будем принимать, просим не лишать нас рабочих мест. Нам надо расти детей, воспитывать, одевать, обувать. Разве мало мы заплатили налогу? Нам очень больно, что власть для нас ничего не хочет делать и только нам все обещают. Мы за достойную жизнь. послушаем резолюцию и этим советом, ну вот в сегодняшнем собрании, эту резолюцию либо примем, либо отклоним. Давайте выслушаем. Анатолий Галич. Уважаемые друзья, я зачитываю проект резолюции, митинга трудовых коллективов и предпринимателей малого бизнеса за право на труд и достойную жизнь. Мы, участники митинга за право на труд и достойную жизнь, констатируем, что последние годы в Калуге и Калужской области увеличивается пропасть между гражданами и органами власти. Все чаще и чаще игнорируется мнение калужан по наиболее значимым для них вопросам. Вместо этого, через бюджетные средства массовой информации обществу представляются результаты всех допросов населения, заключения ангажированных экспертов, с помощью которых органы власти пытаются манипулировать мнением людей. Каждый раз используется одна и та же наработанная схема, будь то ликвидация торговых палатков и городских рынков, выделение земли под строительство, мусороперерабатывающего завода в Дечино, лишение аккредитации школы номер 6, упразднение музыкального училища или расформирование Дома творчества юных в городе Калуге и так далее. Сначала чиновники осуществляют то или иное действие, затем начинают обработку общественного мнения, включая откровенные подтасовки и ложь, а потом обвиняют недовольных такими действиями калужан в дестабилизации обстановки. Результатом неправомерных действий чиновников становится рост социальной напряженности в областном центре и в других населенных пунктах региона. Массовая ликвидация рабочих мест, ведущих к потере средств и существования для десятков тысяч калужан, нарушение конституционного права на труд, образование и комфортную среду обитания. Так больше продолжаться не может. Мы, калужане, граждане Российской Федерации, осознающие свое человеческое и профессиональное достоинство, требуем от органов государственной власти и местного самоправления. Первое. Прекратить практику принятия общественно значимых решений без учета мнения всех заинтересованных сторон. Второе. Прекратить использовать учрежденные органами государственной власти и местного самоуправления средства массовой информации в целях дискредитации гражданских активистов, предпринимателей, депутатов и простых граждан, отстаивающих конституционный права людей. Эти СМИ существуют на деньги народа, на наши с вами деньги и не должны обслуживать интересы узких властных структур. Городской думе... Третье. Городской думе Калуги обеспечить постоянный контроль деятельности городской управы в целях предотвращения массовых нарушений прав граждан. Дать оценку деятельности чиновников, приведших к росту социальной напряженности в обществе, в частности, всего руководства управления экономики и имущественных отношений города Калуги, начальника управления образования Лыткиной, начальника управления строительства и земельных отношений Денисова, дать отрицательную оценку деятельности городского головы Калуги и городской управы в целом в связи с провалом городской программы развития малого и среднего предпринимательства в севере мелкорозничной торговли и бытовых услуг населения. Четвертое. Городской управе города Калуги отозвать все ранее направленные предпринимателям уведомления и предписания о расторжении договоров аренды земельных участков под нестационарными торговыми объектами, отозвать иски из судов и приостановить исполнительное производство по уже принятым судебным решениям, касающиеся сноса этих торговых объектов, одновременно перезапричить договор аренды земли под некоммерческими торговыми объектами не менее чем на пять лет с последующей пролонгацией. Второе. Передать земельный участок по адресу город Калуга, улица Достоевского, 13, в долгосрочную аренду предпринимателям белорусского рынка в целях сохранения всех рабочих мест на срок не менее 10 лет с последующей пролонгацией, одновременно отозвать все иски из судов и приостановить исполнительное производство по уже принятым судебным решениям. Третье. Передать в долгосрочную аренду земельные участки под действующими мини-рынками, ярмарками предпринимательскому сообществу, исключая любых посредников между предпринимателями и городской управой. Организовать публичные слушания и или общегородской референдум по вопросу реконструкции Калужского центрального рынка и его сохранения на прежнем месте. Одновременно провести переговоры о передаче в долгосрочную аренду земельного участка и имущества центрального рынка под действующим рынком предпринимательскому сообществу. Обеспечить сохранение в полном объеме деятельность учреждений дополнительного образования, в частности, возможность продолжения занятий детей в спортивном комплексе «Энергия» до момента ввода и эксплуатации нового городского ФОКа. Пятое. Губернатору Калужской области Артамонову. Отказаться от идеи уничтожения Калужского центрального рынка и заняться своими прямыми обязанностями, включая снижение критической финансовой задолженности Калужской области. Привлечь к ответственности должностных лиц, ответственных за предоставление недостоверной информации в отношении планируемого строительства эко-технопарка в Дельщина. Расследовать и представить общественности все случаи служебных подлогов и фальсификаций. Признать недействительным результаты аккредитации школы номер 6 города Калуги и провести служебное расследование в отношении лиц, ответственных за допущение в ходе аккредитации нарушения. Приостановить все действия по реорганизации областного музыкального колледжа города Калуги и привлечь к обсуждению проблемы широкие круги общественности, включая педагогов, родителей, деятелей культуры. Прекратить все действия по ликвидации Калужского дворца творчества юных, это бывшего дома пионеров. Шестое. В прокуратуре Калужской области провести проверку действий губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по незаконному вмешательству в деятельность органов местного самоуправления города Калуги и поселка Дечина дать оценку деятельности по фактам дезинформации населения Министерством внутренней политики и массовой коммуникации Калужской области. Второе. Дать правовую оценку факту учреждения государственным органам Министерством внутренней политики массовых коммуникаций общества с ограниченной ответственностью телерадиокомпании НИКА и участию министерства в этом обществе в качестве единственного участника. Третье. Проверить причину затягивания уголовного расследования в отношении лиц, виновных в бандитском разгроме рабочих мест на белорусском рынке 15 октября 2012 года. Участники митинга пока не выдвигают политических требований, так как надеются, что у органов государственной власти и органов местного самоуправления хватит мудрости и инстинкта самосохранения, чтобы согласиться с разумностью наших требований, направленных исключительно на снижение социальной напряженности, развитие малой экономики города, экологии и области, обеспечение прав и законных интересов граждан. В целях защиты прав и законных интересов граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, утвердить Оргкомитет по созданию профессионального союза работников малого и среднего бизнеса в составе Богатырева, Веретинова, Галича, Гришина, Запесочного, Игнатова, Кременева, Мартышенко, Два представителя, уважаемые, сами определите, здесь это, с белорусского рынка, три представителя, пожалуйста, сами определите и дайте нам этих людей, представители центрального рынка и последний, Черников. Мы против социальных потрясений, мы за наше конституционное право на труд и на достойную жизнь. кто за то, чтобы эту резолюцию принять за основу, прошу поднять руки. Кто против воздержавшейся? Нет. Ставлю на голосование в целом. Кто за то, чтобы принять резолюцию в целом, прошу проголосовать. Кто против воздержавшейся? Нет. Резолюция митинга принята единогласно. Спасибо. Мы молодцы.